Да, мы в эфире, друзья. И снова здравствуйте все наши замечательные слушатели и зрители Центра Советских Культур. Я напоминаю, что меня зовут Елена Марченко. Мы сегодня в веселой, замечательной компании проводим вторую презентацию. В этот раз у нас в гостях Кшиш Тавшатравский, польский поэт, литературовед, культуролог и профессор, профессор и просто замечательный друг нашего Центра, который презентовался буквально полчаса назад. Добрый день. Добрый день еще раз, Кшиш Тавшат. Вы не устали презентоваться у нас. Здорово. Благодарю за отличное настроение. Кшиш Тавшат остается с нами. Сегодня, переходя в роль уже переводчика, что он перевел, это сюрприз для наших зрителей. И мы рады представить с нами в эфире. Прекрасный писатель, поэт, замечательный друг, талантливейший человек, на все руки мастер. Солнце, которое освещает сегодняшний вечер. Андрей Коровин. Это десятая книга Андрея Коровина, которая была переведена на польский язык. Называется «Жизнь с расширением.ру». Именно эту книгу перевел Кшиш Тавшат. Андрея, я думаю, особо представлять не нужно. Андрея многие знают. Это современный двигатель прогресса российской литературы, в частности поэзии, организатор многих конкурсов, литературных фестивалей, автор салона литературного Андрея Коровина в Булгаковском доме. В общем, душа литературы современной России. И я с большим удовольствием передаю Андрею. Здравствуй, Андрей. Рад видеть тебя в стенах центра. Слово и Кшиш Тавшат. И они поделятся сегодня с нами. А как это случилось, как это получилось, как пришла идея такого перевода интересного. А я с удовольствием послушаю, поскольку имела радость переводить Андрея на украинский язык. И мне просто интересно, проскользнет ли какое-то стихотворение, которое Кшиш Тавшат привел на польский. Друзья, хорошего вам всем вечера. Я рядышком с вами в эфире. Спасибо. Спасибо. Да, дорогой Кшиш Тавшат, привет. Рад тебя видеть. Привет, как я рад. Да, вот Лена спрашивает, как это все началось. Мне кажется, что мы увидели друг друга. И вот с этого все и началось. То есть произошло такое мгновенное проникновение человеческого духа друг в друга. И возникло какое-то взаимопонимание, которое очень сложно передать словами. Мне кажется, с этого все и началось. У Кшиш Тавшат иногда чуть-чуть может пропадать интернет, но он быстро выходит на связь. Поэтому, видимо... Не страшно. Я тогда еще хочу сказать, что ты сказал, что Кшиш Тавшат перевел эту книгу. Дело в том, что он ее не перевел, он ее создал фактически. Потому что у меня такой книги стихов не было. И Кшиш Тавшат просил стихи разных лет. Стихи, которые для меня важны. Стихи какие-то новые, которые мне самому дороги. Стихи старые, которые я люблю. И, собственно, из довольно большого массива, который я ему присылал, Кшиш Тавшат и составил эту книгу. То есть он не только переводчик, он составитель и создатель именно вот этой книги. Почему именно на польский пришла идея переводить? Это потому, что именно Кшиш Тавш выразил такое желание? Или тебе мечталось про перевод на польский? Извините, я вернулся. Отлично. Да, Кшиш Тавш, мы видим тебя, и это очень радостно. Я тут рассказывал, откуда возникла идея, эту книгу. Я сказал, что мы просто влюбились друг в друга с первого взгляда. Да, это было в Халининграде. Совершенно. В Театре кукол. Да, наверное, я не помню точно место, где это было. В Театре кукол, да? Так, опять интернет немножечко. Ну так вот, про польский язык-то я иди это было. Про польский язык, на самом деле, польский язык я слышал с детства. Мой дед служил в войске польском, советским инструктором, с советским военным билетом, советским офицером, капитаном, но в польской военной форме. И, собственно, он освобождал и разминировал Варшаву, и до конца жизни у него в речи проскальзывали польские словечки. Когда однажды маленьким еще я спросил дедушку, какой это язык, он сказал польский. И потом уже, повзрослев, я выяснил всю эту историю, он мне рассказал, как он разминировал Варшаву, какие-то случаи даже из того 1945 года. Хотя он очень не любил говорить о войне, как многие боевые офицеры. Но, тем не менее, польский язык ко мне пришел через деда. И любовь и интерес к Польше тоже через него. Поэтому я был очень рад увидеть поляка в Калининграде. Живого, настоящего. Да еще он оказался поэтом, еще и переводчиком. Да, тут надо сказать, что эта книга издана уже в серии, уже три книги в этой серии. Первая была книга Волошина. Это тоже очень важно, надо сказать об этом. Потому что Волошин – это поэт, у которого я, как бы можно сказать, открыл для себя очень интересную философскую поэзию, культурологическую поэзию, можно так сказать. В его цикле поэматов «Путьями Каина». И вот мне очень близок стал Максимилиан Волошин. А это спасибо Андрею Коровину. И вот Андрея, Андрея книга была следующая. Андрей, Андрей, еще одним поэтом мне Андрей, как бы очень сильно, как бы, заразил. Это Борис Фруцкий. Да, да. Да. И вот, я думаю, я еще буду переводить. И Волошина я на этой книжке не окончу. И тоже имею такой план, чтобы издать книжку Слуцкого. Это великий поэт. И надо о нем помнить. И надо его стихи переводить. Не забывать, потому что просто, если кто-то хочет понимать современность, надо понимать тоже прошлое. А прошлое в поэзии, это тоже 60-е, 70-е Слуцкого. А Слуцкого, 70-е, кстати, даже в России много людей не знают об этих стихах, потому что он уже их не показывал никому. А даже если не показывал, они не были широко распространены. Так вот, но вернемся к Андрею. Андрей, эта книжка, мне интересно, как тебе нравится название «Жизнь за сширением РУ», потому что там еще один поэт приходит. Но это есть стихотворение, посвященное Валерию Прокофьевну, ты имеешь в виду? Да, 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 да. Вот у Андрея, у тебя есть такая интересная, как бы, ты, можно сказать, являешься промотором поэтов. И вот, я уже у нас есть такой, такой, между Андреем и мной такая, такая, можно сказать, долголетняя практика, что я спрашиваю о многих поэтах, чтобы, чтобы знать твое мнение, да? Вот, я думаю, с этой жизнью связана вся долгая история, потому что, что вот тут, тут, это самый, можно сказать, лирический стих, самое лирическое стихотворение в этом сборнике. Тут нет этого исторического критикозма или как бы барбы о что-то, о какие-то ценности, нет сарказма. Тут вообще есть очень чистая лирика, где ты говоришь о том, как возможно принимать этот мир. И то, и то не мир человеческий, а мир общий, мир, 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 как бы, природы, натуры, природы, природы, да. И вот, вот мне, поэтому это, это стихотворение очень сильно, оно просто отделяется от, от, от всех других. Но, еще, еще к нему вернемся. Я не с того начинал. Я начинал с этих стихотворений, с таких стихотворений, как «Я сотворяю мир», когда поэты были большими. Конечно, тут есть такой, ну, конечно, «Любовники Марины». Это был, это был, это был, я думаю, это был вообще первый. Это было первое стихотворение, которое я перевел. И оно оказалось очень, очень успешным, этот перевод, потому что мы его читали вместе, ты помнишь. И, может, начнем с этого? Ну, давай начнем, да. Так, вначале по-русски, да, потом по-правильно? Так, «Любовники Марины», 46. Марина Цветаева съедала своих любовников, высасывала из них нектар, обгладывала ручки и ножки, особенно любила мозговую часть, столько прекрасных галлюцинаций возникало после съедания, стихи лились потоком, Марина не справлялась с этим потоком, вначале записывала, потом прятала под подушку, складывала в плотяной шкаф, зарывала в саду, но все равно находили и ругали. Вначале маму и папу, потом Ася, потом Ася стала тоже иногда съедать любовников. Тогда стали ругать Макс и Сережа, говорили, девочки, ну как вам не стыдно? А как же тут будет стыдно? Они жить без этого не могли. Сладкие любовнички, сочные и умные, на все готовые, они были рады, что их съедают две симпатичных сестрички. Не все удалось в жизни, некоторые остались несъеденными, бродят теперь по свету, детей пугают. Коханковья Марина Ох, чувствую, слышишь, что в Стова где-то ищет интернет. Это любовники, любовники, прям там блокируют постеред. Андрюш, а может что-то пока еще прочти, пока Аксистов налаживает цель? Эх, не хочется перебивать, конечно. Ну да, но вот, к сожалению, обстоятельства технические... Ну, обстоятельства, да. Ну я тогда коротенько. История жука. Запомни. Для жука перевернулось небо, лежит небо на жуке, а жук лежит, не жужжит, лапками шебуршит, то ли отталкивает, то ли поддерживает, то ли щекочет небо. А небо такое круглое, голубое, тяжелое. Дайте же кто-нибудь руку жуку, помогите же мужику. Прекрасно. Это тоже у меня есть. Но я боюсь уже читать, потому что всегда, когда читаю, мне интернет как бы выбрасывает. Не знаю почему. Это любовники Марина, Кшиштоф, они там плетут поздно, понимаешь? Да. Которые хуже детей пугают. История жука. Ну давай история жука. Будем надеяться, что история жука не будет... Пугать интернета. Жука мы добры, жуки не должны помешать. На жука выврóцило się небо. Лежит небо на жуку и жук лежит. Не брянчит, лапками пребера. То отпыха, то подтримует, то ласкочет небо. А небо такое кронглое, блэнкитное, тяжкое. Подайте ему длонь. Жук помоци шука. Уратуйтесь, пана жука. Спасибо, дорогой. А что, может попробуем любовников Марину Панахольско? Любовников. Хорошо. Какая есть связь. Я уже... Попробую. Попытка номер... Take two. Попробую. Попробую. Марина Цветаева сжала своих коханков. Выссала с них соки. Отгрызала рунки и ножки. Штеголи не любила часть мозговой. Тиле прекрасных халуцинаций появилось, когда её пожарла. Верши плене были струмением. Марина не радила себе с этим потоком. Сначала записывала, потом ховала под подушку. Складывала в сшафе с убранями. Закопывала в огродье. Але все одно. Знайдывали. И вымыслили ей. Найперед тата и мама. Позже Ася тоже начали. Часами зжадать коханку. Втеды начали им вымыслить. Макс и Сириоша говорили. Девчата, как вам не встыд. А как же мяло бы быть встыд? Они жить без этого не могли. Слодцы коханку, социщи и мудры. На все готови. Были счастливи, что их зжадали. Две симпатичные сиосстрички. Не все в жизни удалось. Некоторые остались не съедены. Блокают сейчас по свете. Дети страшно. Видишь, все получилось. Не хватает только, знаешь чего? Не хватает только фагота. Фагота. Которая обычно с нами исполняет это стихотворение на всех языках мира. Да, музыка – это все языки мира. Конечно, конечно. Так, ну что, мы с тобой продолжим. Кстати, хорошая идея, Кши, что в следующий раз надо подключать Сашу Фагота. Пусть он играет еще параллельно. Да. Устроим концерт в интернете. Да, тут есть очень огромное стихотворение, но, по-моему, это уже поэма, мазурка. Это такое тоже, это музыкальное произведение. Можно сказать, это в общем музыкальная композиция. Ну, это Саша положил стихотворение на музыку. Изначально это было стихотворение без музыки. Да, но мазурка по самом названии, она тоже связана с музыкой. Прекрасное стихотворение очень… Это полифония в поэзии. Это полифоничная поэзия. Там есть настолько много слоев, пластов, которые открывают разные уровни понимания этого стихотворения, что, я думаю, мазурка – это такое стихотворение, что не хватает раз или два прочитать. Просто потому я и не удивляюсь, когда я слышу следующее исполнение. И даже среди слушателей те же самые поэты, которые уже слышали не раз и всегда что-то новое там находят. Вот это большая победа поэзии. Но тут есть тоже и такие очень мне близкие стихотворения, которые просто, можно сказать, относятся к реальности с какой-то дистанцией. И просто в них есть какой-то не настолько юмористический, насколько ironический вкус, привкус. И вот в этих стихах есть тоже очень легко можно как бы не понять глубины, которые в этих стихах есть, потому что просто как с жуком. Можно этого жука принять как просто стишок для детей. Можно на него посмотреть как на анекдот. Но это не только анекдот. В этом анекдоте есть второе и третье дно. Там просто можно очень долго и на тему жука, и на тему зайчика, и на тему в метро. Там везде есть смысл. И на тему, и на тему этой, как это называется, конец дуры. Да, курадура. Но эти стихотворения, они просто сразу видно, что там есть как бы две возможности. По крайней мере дно, как в чемодане. Да, 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 да. И вот это дно как бы открывает... Я бы сказал, что эти стихотворения, которые в этой книге, есть они очень постмодернистические. С одной точки зрения. Не, 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 я довольно сложно отношусь к постмодернизму, хотя я понимаю, какие-то черты все-таки есть, да. Да. Что тут есть с постмодернизмом? Есть множество связей, связей с разными текстами культуры. С кино, с телевидением, с историей культуры популярной, с всем тем, чем живет в это время, в наше время мир. Есть тоже, я намеренно об этом еще не говорю, поэтому, что так как мазурка, это, можно сказать, самый скомплицированный, можно так сказать, можно? Или нет? Непонятно. Скомпилированный, нет? Нет, 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 самый комплексный, самый сложный. Самый сложный. Комплексный, самый сложный пример. Многослойный. Многослойный, да. Пример такой поэтической, такого творчества. Есть еще другая вишенка на этом пироге или как в торце? Ну, можно и так, и так. На торце, да? Главное вишенка, да. Да, вишенка. Есть. Есть. И я сразу скажу, что вот все будет хорошо. Что это, это поэма, я даже думал, что может назвать эту книгу от этой поэмы. Это самый долгий текст в этой книге. Это поэма. Но она не только, в ней нет сарказма. В ней нет иронии. Там есть немножко, но она не играет никакой роли. Эта поэма просто ужасает с одной стороны. Ужасает, как бы, много, как бы, разной личностью событий. И тем, что все, как бы, сходится в один пункт. В один пункт, к которому эти слова, песенки, все будет хорошо, противоречат. Ничто не будет хорошо, потому что для этих людей уже ничего не будет на самом деле. Так, это трагическая поэма, можно сказать, это поэма в память тех, которые не пришли уже в наше время. И с такой точки зрения, эта поэма имеет универсальный смысл. Это, если кто-то хочет найти в этой поэме критику девяностых, найдет. Но это уменьшение того, чем эта поэма есть. Потому что это, можно сказать, что это реквием для девяностых. Можно так сказать. Но, прежде всего, эта поэма, это вобще реквием для всего, что прошло в бывшем, что уже не живет. И для всех, кто уже не живет. И для всего, что с нас осталось там где-то. Мы это помним, но в нас уже этого мира нет. И то, что это тоже постмодернистический, это глубокий постмодернистический, но не в таком смысле, как теперь в энциклопедиях постмодернизма. Я думаю, что этой дефиниции ты не принимаешь. Но это постмодернизм такой, как был в литературе 60-х годов у Сузен Зонта, у Джона Барта. А этот глубокий постмодернизм, постмодернизм, который говорит, мы можем, мы могли бы сравниваться с этими всеми великими писателями, которые были до нас, раньше. Но какой смысл в этом? Эти соревнования к ничему не ведут. И вот это, можно сказать, это очень близко такого трагического взгляда, который есть в этой поэме. Потому что мне она очень близка. Я ее напечатал в алманахе, не помню года. Но алманах у меня тут есть. Это не был вообще, это был в 16-й, думаю. Но тут он был напечатан. И конечно, конечно, в этой книге он тоже есть. Не будем его читать, потому что он слишком... Да, надо было бы уже только читать его. Но я скажу так, что мне очень часто возвращаются... Картины с этой поэмы. Мне очень часто возвращаются, когда теперь была годовщина Беслана. Когда возвращаемся в историю, в то, что было в 90-х. Ко мне эта поэма возвращается, и я думаю, вот я с этой поэмы... Спасибо этой поэме. Я лучше понимаю, как сложно и как неоднозначно все это было. И что просто можно сказать, что это было как бы необходимо, но тоже невозможно. Невозможный исторический момент конца и как бы такой фантомной боли по империи советской. А потом, что? Потом надо было уже нормально жить. И вот для меня эта поэма очень-очень-очень значительная. Я ее очень люблю. И ты об этом знаешь. Да, спасибо, дорогой. Так, ну что. Поэму читать его. Мы с вами слушателем возможность прочитать ее самим. Правда? Да. Ну, тем более, ее можно найти в журнальном зале. В каком-то из журналов она публиковалась. По-моему, даже не помню. В Зинзевере, мне кажется, она публиковалась. Но в любом случае, в журнальном зале можно ее найти. Ну, как и в этой книге, соответственно. Кшиштоф, что почитаем? Давай немножечко порадуем наших зрителей. Андрюш, можно я вклинюсь к вам в разговор? Кшиштоф, прошу прощения. Как раз наши зрители вам большие привет на фейсбуке передают. Пишут, браво, Кшиштоф. Браво, Андрей. Один из наших любимейших зрителей, Владимир Кимонов, хотел передать вам привет. Пишет, что Андрей классный. Он едет сейчас в электричке и просит Андрея прочитать стихотворение на дорожную тему. А поскольку Андрей вроде как тоже часто мотается в электричках. Вот еще такой вопрос у него к Андрею. Как ритм влияет на этику? Что для Андрея первично? Образ, мысль или ритм? Это к тому, что пока Кшиштоф подбирает, что прочесть дальше. Возможно, Андрей как-то сможет, как говорится, дать обратную связь для зрителей. То есть, еще раз, что лично образ, мысль или ритм? И просьба почитать стихотворение на дорожную тему. На самом деле, все важно. Каждый из названных Володей образ, мысль или ритм, он может стать началом стихотворения. Или его источником. Может возникнуть образ, из которого рождается стихотворение. Может возникнуть идея, из которого рождается стихотворение. А может просто подуть ветер, из которого рождается стихотворение. Поэтому, на самом деле, поводом, причиной для стиха может быть все что угодно. И поэтому все важно. Нет чего-то главенствующего, как мне кажется. А на дорожную тему, мне кажется, вот в этой книге ничего у нас такого железнодорожного нет. Кшиштоф, да, как? Не помнишь? Поймали зайчика. Ничего такого? А? Поймали зайчика? Поймали зайчика. Ну, я бы не стал его сейчас читать. Это не железнодорожный. Это не железнодорожный, это все-таки метро, да, у нас? Это метро. Так, а что у нас? Вот «Целующийся в метро» есть. Про электричку здесь, по-моему, ничего нет. Я могу из другой книжки что-нибудь электричечное прочитать? Но это все равно, как бы, дорога, метро, вагоны. Это та же электричка, только под землей. Ну, вот такое, Кшиштоф предлагает. «Целующийся в метро». Хорошо. Я люблю «Целующихся в метро» влюбленных. Воздушные Джульетты целуют в засос своих Ромео. А стройные Ромео крепко обнимают своих Джульетт. Он гладит ее попотки поверх джинсов. Она точит коготки, а его грудь под летней майкой. Они не обращают внимания на окружающих, на милицию, на ворчащих про конец света старушек. Пока им не нужно знать, что происходит в мире, пока не нужно ждать повестки на фронт, революцию, иммиграцию, пока ничто в мире их не волнует так, как поцелуй здесь и сейчас, который длится целую вечность, будто эскалатор. Все время отматывают назад, как кинопленку, так, что он не кончается. Они все едут и едут куда-то, слившись судьбами. В этот миг в одном, нескончаемом поцелуе. И пока я смотрю на них, я верю, что все с этим миром в порядке. Это, что все с этим миром в мете. Люблю закоханных, целуюcych себя в мете. Этеричные Юлии целуют своих Ромео, а пристойне Ромео многое обнимают свои Юлии. Он через джинсы гласцет ее по пути. Она остры пазурки о его пирсе под летнюю подкосулку. Они не zwracают уваги на отокение, на милицию, на марчаце о концу света старушки. Допоки не мусом въедеть, что си действует на свете. Допоки не мусом чекать на вызвание на фронт, революции, иммиграции. Допоки нич в свете не буди таких эмоций, как поцелунок тут и сейчас, который си тягнет целую вечность, как бы рухоме сходы кофалы нас через целый час, ничем тазмэ фильму, который си не кончится, а они втижь до конца едут и едут, зливаясь свои лосы в этом мгнении, в едином недоконченном поцелунку. И как долго их видя, верю, что все с этим свиатом есть в порядке. Спасибо, здорово. Это не только мое мнение, это тоже мнение от зрителей. Я сейчас зачитываю. Это вас благодарят за это прочтение, за этот перевод. Пишут, что метро тоже это дорога. То есть Владимир также продолжает тему зайчика и просит, давай зайчика, Андрей. Очевидно, это тебе адресовано. Давай зайчика. Можете ли про зайчика прочитать? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Заинтриговали зайчиком. Сейчас. Ну, здесь 18 плюс вообще в конце. Я не знаю, как его, как его. Ну ладно, поставим отточие в этом месте. Поймали зайчика. Щуплый таджик просачивается в метро бочком, бочком, чтобы никто не видел. Он готов притвориться мышкой, готов притвориться зайчиком, лишь бы его не заметили, не поймали, не прихлопнули дверью, мышеловкой, нарядом полиции. И тут откуда ни возьмись, да кументики. И таджик вдруг сдувается, как воздушный шарик, как Алиса в стране чудес, как Нильс с дикими гусями, как щелкунчик на елке, как снегурочка на солнце. Раз, и его уже нет. Пшик, говорит таджик. Опля, отвечает наряд полиции. Поймали зайчика. Поймали зайчика. Поймали зайчика. Аблиго только не заюващи, не злапаў, не притряснул дверью, как в мистољапце патрон полиции. А они з'являются зниконд. Документы. И нагля таджик оклап. Как балоник. Как Алиса в краине чаров. Как Нильс с дикими гэсами. Как дзиадек до орехов на йодеуце. Как снежинка на слоњцу. Чах. И уже го не ма. Упс, говорит таджик. Упс, говорит отдел полиции. Злапалиљми зайчика. Прекрасно. Особенно концовка на польском, Кшиштоф, звучит просто волшебно. Вот и зайчик, собственно. Да, благодарят вас очень за зайчик. А с большим вниманием слушали. Спасибо, ребят. Есть еще запросы, пожелания? Я скажу, как что-то появится, сразу сообщу. Хорошо, все. Все, Кшиштоф, переходим к вольным процедурам. Кшиштоф, какие у тебя пожелания, скажи? Лирику или что-нибудь... Что-нибудь постмодернистское? Ну да. Вот еще, тут я сказал, что один такой серьезный стих, это поэма «Все будет хорошо». Ну, это не только так, потому что тут есть еще и другие. «Серьезный жизнь за сширением РУ». Серьезный, хотя там тоже есть как бы... Но это более авто-ироническое стихотворение. Оно называется «История с одноклассницей». Вот это так, такая... Это тоже серьезная тема. В общем, тут можно сказать... У меня есть к тебе такой вопрос. В твоих стихотворениях очень сильно звучит все общественное. Можно сказать, что как бы граница между личностью, между человеком и обществом, даже если это касается... Я думаю о стихотворении ВВП. Когда это касается личной истории кого-то. Там есть, как бы можно почувствовать дыхающее общество вокруг. Оно везде есть. Может в истории жука нет. Но тоже есть, потому что потом помогите жуку. Я так думаю, может, этот сарказм или авто-ирония, может, это момент, в котором... Мне было слышно? Да, сейчас слышно, Кристос. Не было перелива. Да-да-да, мы тебя слышим. Что замерз на момент экран. Я так думаю, может, что ты скажешь, мне интересно, на эту тему. Как этот сарказм или авто-ирония работает с этой общественной точкой зрения? Что всегда ты берешь, как бы имеешь в виду то же, то, что есть вокруг людей. Ну, я бы не назвал это сарказмом. Я вообще к сарказму прибегаю крайне редко. В основном это самоирония или ирония, действительно. И что касается вот такого общественного резонанса в каждом стихотворении, о котором ты говоришь. Ну, собственно говоря, любое событие, и любой человек, о котором я пишу, это часть общества. И любое явление, которое я наблюдаю, даже проезжая мимо в электричке, это все равно явление из эпохи, в которой мы живем. И я сознательно или бессознательно внутри себя расширяю увиденное, услышанное, прочитанное до попытки осознания своего времени. Вот, собственно говоря, в этом, наверное, исключается то, о чем ты говоришь. Что через любое событие, через любого человека я пытаюсь понять время, в котором мы живем. У Кшиштофа пропал сигнал. А, вот нет, видим тебя. Ты слышишь нас, Кшиштоф? У тебя выключен микрофон. Кшиштоф, дорогой, пожалуйста, включите микрофончик внизу. Вот, все, да. А мне всегда, когда выбросить, потом выключают микрофон. А, понятно. Ты слышал, что я говорил? Нет. Ты не слышал, понятно. Я только о себе слышал, а потом мне уже все было, мне не было. Ясно. Ну, я сказал о том, что я к сарказму прибегаю достаточно редко. И главные мои инструменты – это самоирония и ирония, все-таки. Вот то явление, о котором ты говоришь, это попытка через мои наблюдения, такие вот, да, как бы поэтический дневник, скажем так, да, попытаться осознать наше время. Потому что каждое явление, каждый человек – это отражение времени, да, его какой-то фрагмент, его осколок, да, яркий или не очень яркий. Но, как правило, обращаешь внимание на наиболее выпуклые части, да, везде, в стене, в произведении, в каком-то и так далее. И вот, когда ты об этом пишешь, ты пытаешься представить, и вот если это фрагмент дома, то ты пытаешься представить дом целиком, да. Ну, вот, соответственно, и через стихотворение точно так же. Ты описываешь как бы фрагмент чего-то, но за этим фрагментом стоит явление, да, или эпоха, или страна. Вот поэтому, наверное, как это получается, я не знаю технически. Вот, но само явление я представляю так, что, описывая фрагмент, я все равно вижу целое. И пытаюсь это передать. Да, я нашел, я нашел соответствующий фрагмент в твоем стихотворении. Так, интересно. Нет, все, говорит лохматая, не пропадем, отремонтируют, будет как новый дом. Да, человек и кошка. Да. Есть такое стихотворение. Извини за мое чтение. Нет, нет, ничего. Есть еще замечательная песня, которую я очень люблю, группа «Ноль», «Человек и кошка». Не слышал ты? Не доводилось слышать песню «Человек и кошка»? Есть, нет, что нет. Нет? Я тебя пришлю. Это не моя песня, но это песня, которую я очень любил в юности. Поэтому там есть еще такой бэкграунд с этой песней. Тут еще я начал говорить о том, что есть эти серьезные стихотворения, в которых нет автоиронического привкуса. Но тут есть такое очень серьезное «Время белых». Но там тоже, можно сказать, есть ирония. Но не автоирония, а как бы сама история, которую ты рассказываешь, она тоже как бы с какой-то точки зрения можно ее понимать как ироническую. Вот посмотри, что то, что теперь происходит в мире, это просто следующий раздел в тот же истории. Так можно сказать, что поэзия не стареет. Поэзия не стареет, и, к сожалению, цивилизация сама себя тоже продолжает убивать саму себя. Да. Будем читать. «Время белых» не будем. «Наконец». «Наконец». Да, наверное. Поскольку книжка называется именно так, давай его прочитаем. Я бы, например, почитал «Враги попадают в рай». Как ты к этому относишься? Давай. Давай. Когда проходит земная блажь, проходит земная блажь, ты жизнь за хлеб и любовь отдашь, за хлеб и любовь отдашь. Ты будешь верен своим богам, верен своим богам, пока они отвечают нам, они отвечают нам. И сколько жизней твоих пройдет, сколько жизней пройдет, пока удача к тебе придет, удача тебя найдет, тогда не бойся и не зевай. Не бойся и не зевай. Пусть все друзья попадают в рай. Враги попадают в рай. Враги идут в рай. Когда шалество обеиме свет, шалество обеиме свет, życie за хлеб и за милощь дашь, за хлеб и за милощь дашь. И будешь верен своим богам, верен своим богам, пока тебе отвечать могут, отвечать могут. И сколько жизней твоего минея, им счастье снова на тебе сплыни, счастье снова на тебе сплыни. То есть не мартјься и не зевай, не мартјься и не зевай. Нех пријциале идут в рай. Враги идут в рай. Спасибо, дорогой. А может быть, вот еще небесных персиков немножечко покушаем, понадкусываем? Покушаем. Вспоминая Волошинский фестиваль и крымские персики, да, почему бы нам не откушать небесных персиков? Любимая, если когда-нибудь у нас появятся деньги, мы пойдем с тобой на рынок и купим небесных персиков. С них будет течь сок, нектар, амброзия. Они будут мурлыкать в наших руках, ластиться к нашим пальцам, щекотать нас шершавой шкуркой, подаваться на легкие нажимы пальцев, Как женщина подается навстречу любимому, всем телом обволакивая его собой, впуская в свою жизнь целиком, без обмана, растворяя его в себе и растворяясь в нем, становясь одним телом и духом, сгустком нежности. Души входят друг в друга, как будто у них есть такие же инструменты, как и у тела. Персики. Это и есть вечные неразделимые любовники. Все Ромео, Джульетты, все Петрарки, Лауры и прочие кавалеры де Грие после смерти стали персиками. Это такой вот посмертный рай. Стоит надкусить персик, и ты увидишь какого-нибудь Ромео в запрещенной форме, застывшего над Джульеттой. Эй, какого тебе здесь надо, дядя? Скорее всего, скажет он, отрываясь от вечных дел. И ты ответишь, я просто люблю персики, милый Ромео. Продолжайте, прошу вас, не обращайте внимания. Сегодня прекрасный день. Видишь, любимая, жизнь побеждает смерть. Небиањске брзосквиньи. Укохана, если будемы когда-то при форсе, пойдемы на рынок и купим небиањске брзосквиньи. Буде з них сплываў сок, нектар, амброзья, будем мручать в наших рэнках, ласить себя до наших палцов, ласкотаць нас шорстком скурком, устэмповать под лекким накиском палцов, как кобиета выходит на против укоханему, обејмучи го целым своим цялем, впушчајць в свое жище в цалости и без удавания, распушчајць го в себе и расплывајцься в ним, стајцься едным цялем и духем, концентрацијј цулојци. Душе входзој една в другу, как бы были выпосажены в такие инструменты, как цела. Бзосквиньи то так, что вечно, нероззијни, коханкови. Кажды Ромео и кажда Юлия, каждый Петрарка, кажда Лаура и всши кавалерове де Грие по смерти сталися брзосквинями. То кој в родају посьмиртного рају. Выстарчи, что надгрызешь брзосквиньј, а собачишь какогось Ромео в заказанеј поставе, застыглего над Юлијј. «Хеј! А чего ты тут шукашј, хлопе?» Најпејј пове, одрывајцься от вечных зајјць, а ты одповјешь. «По просто любим брзосквиньј, муј миј Ромео. Прошу он контынувајць и не звакајць на мне уваги. Дијј таки пењкниј дзејј. Видзиш, укохана, Жијце взвичајцај смирћ». Так, я вот смотрю еще, Кшиштоф, варианта какие? ВВП или конец дура может быть что? Как ты думаешь, что иметь смысл почитать? Думаешь, ВВП? Ну или конец дура, например. Я люблю и тульскую провинцию, и человек, и кошка, и… А, это кошка, а сейчас… Предлагай, предлагай, предлагай. И конец дур, и ВВП тоже очень хороший стих. Посвящайся всем… Ярославские были… Три стихотворения… Тоже, тоже хорошие… Тут еще… Ну как тебе… ВВП. ВВП, да? Да. Ну давай, ВВП. Друзья, прежде чем вы начнете ВВП читать, вам большие благодарности пишут за персики, что чудесное стихотворение. Спасибо. Мы очень рады. А актеру Яншину изменяла жена. Ходила по дому чужому, обнажена. Воздымала руки, говорила, ах, а ведь муж ему почти монах. Но ей нравилось, что в нее влюбился большой поэт. Иногда так трудно дается простое «нет». «Нет» – она говорила два раза. А потом засыпала в его руках, закрыв оба глаза. Делала от него аборт, уходила во форт. И Яншин перекрестился, когда он застрелился. А потом развелся и новой женой обзавелся. А старая молодая жена так и ходила по миру, обнажена. Засыпала в руках поэта. Это для вас его нету. А она ему всегда отвечала «нет». Таков был ее ответ. Надо, наверное, расшифровать аббревиатуру. ВВП – это Вероника Витольдовна Полонская. Стихотворение посвящается ей. Последней любимой женщине Майковского. ВВП. А актора Яншина здрадзала жона. Ходила по обцем mieszкану обнажена. Взносила вciąż ręце, глощно mówiąc «Ах!» «Всех, мошь мой, то bardziej мних, niż гах!» «Бовем в миности поэты зналазла уподобание. Часом так трудно powiedzieć «звычайне» «А не». А говорила «не» по двакрость и в способ уроczy. Аby później заснуть в его раминах, закрывając оczy. Была в нем в церкви и прервала. З аквафорты споглажала, аж się Jашин прерзегнать осьмели, когда поэты се застрели. Потом се развићл с ним и новой жене собе взял. А та давна, хоть вцијж млода жона, надал ходија по свеще обнажена и засыпяла в раминах поэты, хоть для вас не ма го уже, нистете. А она вцијж маа на его питание една ответј, говорила «А не». Так, ну что ещё? Со мной разговаривает холодильник или история с одноклассницей, Кшиштоф. Что ты думаешь? Или «Одиссея и Калипса», или «Памяти парщика во дерево дождя»? Давай, история с одноклассницей. История с одноклассницей. Это серьёзный стих, но… История с одноклассницей. Про мать Лены из параллельного 5-го Б говорили шепотом, что она проститутка. Это было ещё в Советском Союзе, где даже секса не было. Лена с мамой жили недалеко от моей бабушки, в деревне. Лена была полной необщительной девочкой, и с ней никто не дружил. А её мама была высокой, широкобёдрой, полногрудой брюнеткой. Она мне нравилась. Я никак не мог понять, почему она проститутка. Однажды я помог Лене донести портфель из школы, и она посмотрела на меня с благодарностью. Мы попрощались у забора. Мне всегда было интересно, что там за этим забором, но в дом она не пригласила. И больше мы не общались. Однажды я вновь оказался в этой деревне, возле их дома, и спросил знакомого, что Лена? Она стала проституткой, сказал он. И я вспомнил её взгляд, её красивую маму, и так ничего ей не понял. А её мама была высокой брюнеткой, о широких бедрах и душих пирсиах. Подобала мне себя. И в жаден способ не могла понять, почему она проститутка. Когда-то помогла Лене занять течку из школы, а она смотрела на меня с вдячностью. Мы пригласили, мы пригласили, мы пригласили, что за этим плотом. Но до дома меня не пригласили. И больше не пригласили. Когда-то снова находился в этой власти, ко мне их домом. И спросил знакомого, а что с Леном? Она была проституткой, сказал он. И вспомнился мне ее взгляд, ее красивая мама. И так они не понимали. Кшиштоф, я думаю, что надо еще прочитать два стихотворения. Обязательно про устройство мира и китайские колокольчики. Как ты к этому относишься? Я не слышал, не слышно было, к чему мне надо относиться. Хочу предложить почитать про устройство мира стихотворения и китайские колокольчики. Да, конечно. Конечно. Так, тогда, ну что, мы, наверное, будем заканчивать потихонечку? Или как у нас? Сколько времени еще? Лена? Ага. У нас еще времени немножко есть. Ну, стихотворение три, наверное, да? Тогда где-то в завершении. Так. Ну, китайские колокольчики. В продолжение темы женщин. Я измеряю женщин китайскими колокольчиками. Сколько их прозвенит, пока она идет рядом. Китайские колокольчики – самая точная штука. Они звенят не от скуки, а только когда есть о чем рассказать. Самое главное в женщине – это история ее души. Не глаза или попка, не губы и грудь, а сколько тысяч ли прошагала ее душа для встречи с тобой. Твой колокольчик, я слышу, не перестает звенять. Чијские дзвонки. Чијские дзвонки. Оценим kobiety по чијских дзвонецках. Как много их дзвонит, когда идемы вместе. Чијские дзвонки – это лучший способ. Дзвонят не из нудов, но только вовчас, когда есть о чем оповиадать. Най важнейшая у женщины – это история ее души. Не очи и не пупа. Не ушта и не пирси. А сколько тысяч ли прошла ее душа, чтобы встретить тебя. Слышу твой дзвонок. Не перестаю дзвонить. Так, ну что, про устройство мира, да? Да. Книга начинается такими теогоническими стихами, где там рассказано, кто этот мир создал, зачем и так далее. Несколько таких текстов здесь есть. И вот это один из них. Вот в коробочке зеленой кофе ходит молодой. Вот в коробке деревянной чай в обнимку с бергамотом. Вот в коробочке стеклянной жизнерадостной мате. Вот в коробочке старинной проживает человек. Он не то, чтобы отшельник или попросту забыт. Он старается, как может, не сойти совсем с ума. Он мешает день и вечер. Ночь и утро. Круглый год. Чайной ложкой в стакане, где заварен этот мир. А в коробочке с секретом проживает умный Бог. Он тут, кстати, самый главный, если кто не разгадал. О порядке света. В этом зеленом пуделочку дошлева молода кава. Тут в древненном пуделочку с бергамотком херба. Ото в пуделочку шкланом с радостью жизни мате. В стародавном пуделочку mieszка человек, целиком сам. Не есть то пустельник стари, а не запомненный гость. Он тут с целью сил стара, З мислов не страдать до цна. Меша за дня и вечером, Ночом, ранком, Целый год, Лыжком до херба, В шкланце, Где все пары, Целый свет. А в пуделку с таймницей Замешкует мудры Бог. Он есть тут найважнейший, Если в чем уж не отгаду кто еще. Ну что, и как мы договорились, Кшиштовга заканчиваем стихотворением «Жизнь с расширением рук» В памяти Валерия Прокошина. Да. Засыпали в кузнечиках, Руки искали в осоке, Камышовые флейты Зывали друзей и подруг. В опрокинутой полночи Птицы слились в караоке, И в запруде мерцал нам Луны потерявшийся круг. Не о лете письмо У реки постороннее имя, Не о городе павшем Четыре столетия назад Мы очнулись в случайное время, Мы стали родными И увидели свет, Словно небо очистило взгляд. Золотая плотва моя И красноперая стая Вы помните эхо, Уснувшее в дальнем кубару. То ли время течет по губам, А слепительно тая, То ли это кончается жизнь С расширением рук. Жизнь с расширением РУ Память Валлия Прокосына Засыпялисьми вśród трав, Свиршше łовили Двонюм или окем, Грали на флеце с трцциной, Бо уйреть пријчуў Лицца. В отверконеј półноци Птаку всьпев, Как караоке, А за гроблом мругаў нам Загубионы кромк ксенжица. И не ходи о лете, Река, Иначеј се зовје. Не о миасто упадје, Чоћ 400 минело лат. Ото булими браћми, Збудзени в хвили припадковой, И под чистым небем, Яснейшим, Моглими видзећ свиат. З крзјсием плоћ, Обмыта злотем, Краснопијрек лавица, Памјјтаче в глэмби ласу, Ничым эхо спјјце ту. Чи то час олшневајце Йо спјва з наших уст Точно сказај о својм временем. Да. Ну что, Я очень рад на самом деле, Что мы с тобой встретились в таком необычном для нас формате. Вот. Но главное начать, Как говорил кто-то из наших политиков. Вот. Поэтому вот теперь, Если изоляция будет продолжаться, Мы так и будем встречаться. В зуме, в интернете, в фейсбуке. Пока наконец не встретимся где-нибудь. Я думаю может быть так, Что мы не только до конца пандемии будем так встречаться. А может это уже останется, Потому что это... Не зависимо ни от чего, да? Да. Это можно просто пообщаться Без свидетелей. Хорошо, договорились к Шишту. А я надеюсь, Что всё-таки мы в следующем году увидимся где-нибудь на берегах Как каких-нибудь рек или морей, Или океанов. Вот. И уже с тобой почитаем не только стихи И выпьем не только чаю и поговорим о современной поэзии Польши, России и любимых поэтах. Пока еще мне не отключило этот интернет. Пока нас не отключили, можно успеть передать привет. Так, у Кшиштова интернет сам по себе что-то куда-то убежал. Да, автоматически, к сожалению. Андрей, ну ты очень правильно сказал, что здорово было бы встретиться на берегах океанов, ну как минимум поэзии еще раз, и не единожды. И жизнь, как сказано в последней строке стиха, не кончается, она продолжается. Я очень бы хотела вас поблагодарить и тебя, и Кшиштова, жаль, он нас сейчас не слышит, а может и слышит что-то. Я уже слышу. Я уже рядом, да. Здорово. Я говорю, я хочу вас очень поблагодарить за чудесный вечер. Я, если успела все комментарии отследить, отследила, один из них так звучал, что поэзия Андрея, она очень здорово звучит на польском языке, прям как магия. И я сама сижу и прочувствовала эту магию. Особенная аура у нас в центре создалась. Я надеюсь, эта творческая атмосфера, она с вами пришла, и она с нами останется до следующей встречи с вами уже вживую, а может и онлайн, как будет здорово собраться в любом творческом составе. И я хочу желать всем славянам мирного неба, творческой энергии, авторам и переводчикам новых текстов, новых книг, новых переводов. Ведь славянство – это уникальная духовная субстанция, которая нас объединяет и онлайн, и оффлайн, и духовно, и на расстоянии, мы всегда рядом. И всегда рады видеть вас у нас в гостях с новыми проектами, вдохновленных, воодушевленных. И спасибо вам за вдохновение, за подаренный прекрасный вечер. Спасибо большое, Ирина, спасибо, Андрей. Мы еще пообщаемся, когда уже не будет трансляции. Да, договорились. Благодарим наших зрителей и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok